Я дома. Не понял. А где жена и дочка? Повелись что ли, да? На самом деле их уже неделю нет как дома. Они уехали в Казань к родителям. У моей дочки по всему телу образовываются какие-то волосики, щетина. Непонятно что это на самом деле. И в общем она мучительно ворочается, плачет постоянно. Мать моей жены, моя теща, знает каким образом избавить мою дочку от этой непонятной ситуации. С помощью бани, каких-то непонятных вещей. Или хлеб, яйцо, тесто. Каким-то образом катают по телу. И в общем эти волосики выходят постепенно наружу. И все становится хорошо. Со мной в детстве такая же фигня была. Мать меня водила к какой-то бабке. В общем странно это все. Я не смог поехать по одной простой причине. Потому что я работаю. Нужно зарабатывать денег все-таки. В общем где-то через месяц я поеду за ними в Казань и заберу их обратно. Ну а сейчас я включу свой компьютер. Включу свое звукозаписывающее оборудование. И с помощью хорошего микрофона я буду вещать вам информацию с чего все началось. Мое отращивание длинных волос. Сколько по времени их я отращивал. Как я их отращивал. Зачем я их отращивал. И вообще как я за ними ухаживаю. В общем поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажу вам немного с чего все началось. Как у меня возникла идея отрастить свои длинные волосы. На самом деле я об этом задумывался еще в детстве. Мне наверное было лет 12, когда я впервые об этом задумался. В то время мой младший брат Марат отращивал свои волосы. Сейчас я покажу нашу совместную фотографию. Как вы можете заметить мы с моим братом совсем разные. Здесь прям не сказать что у него совсем прям длинные волосы. Но вы можете заметить вот прям с задней стороны у него там подлиннее. На самом деле мы с моим братом совсем разные по характеру. Мой брат всегда был шустрым и активным. Непосерливым как шило в заднице. Всегда стремился выглядеть модно. Носил сережку у ухи. Волосы мелированные. Ну а я был абсолютно обыкновенным пацаном. Спокойный, скромный и зажатый в себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Волосы моего брата по своей структуре они прямые и мягкие. А у меня совсем наоборот. Они густые очень и завиваются в кудре. Вот даже по этой фотографии можно обратить внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, что вот они кудри в районе челки. И как-то в то время, раздумав самостоятельно и, естественно, посоветовавшись с родителями, приходил почему-то к выводу то, что мне длинные волосы совершенно не пойдут. И как я понял, я в этом совершенно ошибался. Только что нашел еще одну фотографию, которая была сделана, может, на три года раньше предыдущих фотографий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь у меня немножко такие подлиннее волосы. Они более-менее здесь прямые. Но здесь вот заметно вроде то, что по структуре волос они очень отличаются от волос на предыдущей фотографии. Но вот по стечению времени, когда я становился все взрослее и взрослее, структура моих волос очень сильно менялась. Кстати, по поводу моего брата. Мой брат сейчас работает в московском барбершопе под названием Бритва. И, насколько я знаю, он сейчас является одним из топовых мастеров-барберов Москвы. Вот затяните фотографию. Это я в том году был проездом в Москве и просто зашел к нему в салон, чтобы привести свои волосы в порядок. Ой, что я за фотографию показываю вам? Это не то. Это... вот ой тут мы помоложе да но все равно не мы вот они мы вот он мой братан марат сделает вам абсолютно любую стрижку на любой ваш вкус приведет в порядок ваши усы и бороду и самое главное это все будет сделано просто на наивысшем уровне качества так что обязательно посетите салон в котором он работает москва барбершом бритва находится на лермонтовском проспекте ну а также подписывайтесь на его инстаграм ссылочка вот она я также оставлю его описании к этому ролику своей ленте он часто выкладывает свои работы своих клиентов которых он стрижет пишите ему записывайтесь на стрижку вы не пожалеете короче всю свою жизнь я стригся раз в месяц и очень очень коротко кстати о футболке которая на мне одета это был мой самый первый мерч это именная футболка солиста британской музыкальной группы дипешмот дэвида гахана правда где-то наверно со второй стирки весь этот принт попортился как раз фотография была сделана совсем новенькой в новенькой только что купленной футболке забавный факт я вот не знаю зачем но почему-то с каждой стрижкой я оставлял такую вот никчемную ужасную челку на своем лбу не знаю зачем это для меня остается до сих пор загадкой вселенной а где-то примерно 2010 году когда я был студентом музыкального училища на моей голове впервые начала появляться седина тут конечно особо незаметно но на следующих фотографиях со времен института вы заметите на моей голове седину все слухи о том что нервные люди сидеют или еще хуже слухи о людях которые когда-то чего-то очень сильно испугались и вдруг в тот же миг их волосы побелели это все на самом деле миф во многих случаях это все связано с генетикой мой дед по маминой линии тоже начал следить раньше времени да и впрочем не знаю как кому мне нравится седина на моей голове немного раз предлагали красить волосы в черный цвет я отказывался постоянно но вот эти фотографии как вы можете видеть отчетливо местами белые волосы нет это не освещение это реально седина так когда же я все-таки начал отращивать свои волосы я окончательно решил отрастить свои волосы только на последнем курсе института это был 2016 год конец декабря вот кстати та фотография на которой я со своим братом и именно в тот самый момент я совершенно уже не стригся это я со своей матушкой ну вот для меня вот эта фотография является самой угарной из тех времен что же меня сподвигло на такую решительность на это повлияло несколько факторов первый фактор то время я просто по уши погрузился в мир тяжелой музыки если раньше это могло быть что-то более легкое или усредненное по жанру по тяжести звучания типа Led Zeppelin, Deep Purple, Metallica, Iron Maiden, Megadeth и так далее на самом деле было куча групп которые я слушал до этого на вся короткую стрижку но вот именно в тот момент на последнем курсе института я познакомился с музыкой намного тяжелее просто намного тяжелее которая настолько потрясла меня просто до глубины души что мне захотелось не только отрастить свои волосы чтобы так же махать ими в такт как эти музыканты но и захотелось мне научиться экстремальному типу вокала безопасному экстремальному типу вокала то есть правильно кричать или скримить неважно, гроулить как вокалисты таких групп как Lamb of God, Children of Bottom, Septic Flash, Dima Burger, Flash God of Apocalypse, Suicide Silence и другие я познакомился просто с огромным количеством музыкальных групп тяжелых музыкальных групп, которые я не знал просто в то время на самом деле я раньше слышал подобные группы но вот почему-то не лежала у меня душа к такой тяжелой музыке в то время где вокалисты с таким напором кричат, прям надрываются по крайней мере мне казалось, что они надрываются и рвут свои голосовые связки как и многие могут подумать кстати, которые просто далеки от такой музыки но на самом деле они делают это все очень легко, безопасно, правильно конечно, есть свои исключения есть такие группы как Slipknot, Fear Factory где вокалисты орут просто наглухо на связках и потом просто мучаются, лечатся у специальных врачей долго-долго, проделывают очень много лечебных операций это просто ужасно следующий фактор, который повлиял на мое решение отрастить длинные волосы я просто хотел измениться не только внешне, но и внутри стать смелее, наглее перестать быть скромным, зажатым пацаном таким ботаником ведь такие не нравятся девушкам а девушек у меня до тех пор и не было просто вообще но не об этом речь в итоге я просто начал отращивать свои волосы менять свой характер в общем, просто меняться и снаружи, и изнутри и я считаю это абсолютно нормальным ведь люди, они на протяжении своей жизни в любом случае просто хоть как-то меняются даже не прикладывая к этому никаких усилий они просто элементарно взрослеют я считаю, что вот за такой промежуток времени я хоть немного, но изменился но все равно, когда это необходимо я могу быть скромным, спокойным человеком это тоже хорошее качество так вот, если я раньше стригся раз в месяц то сейчас я уже не стригусь три года как вы сами видите, мои волосы они очень кудрявые на этих фотографиях и меня это совсем не устраивало когда такие волосы расчесываешь или хотя бы просто пытаешься их расчесать на расческе постоянно остаются такие вот здоровые клочки волос никакие средства, чтобы смягчить как-то мои волосы мне абсолютно не помогали вот на этой фотографии я просто-напросто намочил свои волосы и на самом деле, когда пытаешься расчесать чуть влажные волосы они расчесываются более-менее легче ну и вот какое безобразие творится здесь на моей башке просто посмотрите на это это просто жесть я с этим смирился где-то на год или даже на полтора я даже не знаю, что было бы дальше я наверное просто бы сдался и постригся бы снова коротко и вот в один прекрасный летний день в 2018 году я наконец-таки впервые сходил в ту самую парикмахерскую дива которую я вам показывал в начале видео и сделал себе первое кератиновое выпрямление результат этой процедуры был просто бомбезный вот вы можете видеть что было до и что стало после это тот самый первый день правда есть один минус в этой процедуре этот самый кератин он держится всего несколько месяцев так как с каждой помывкой он постепенно-постепенно смывается с волос вот вы можете тут заметить что мои волосы они начали снова завиваться по крайней мере не как раньше здесь волосы смотрятся даже очень хорошо такие вот волнистые волосы кератиновое выпрямление я делал раз в полгода и за все время это было всего три раза пока мне не предложили иную процедуру выпрямления это перманентное биовыпрямление результат процедуры вы можете наблюдать сейчас прямо на мне это просто потрясающий эффект после каждой помывки волосы остаются абсолютно прямыми и это реально круто первый раз я был на этой процедуре в прошлом летом в 2019 году а вот в этот раз пришлось эту процедуру повторить так как за год отросли мои кудри в корнях моих волос и это совершенно естественно ведь они не подвергались биовыпрямлению поэтому данную процедуру стоит повторять минимум раз в год вот такая вот не очень конечно краткая история про мои волосы мне нравится быть по златам и как оказалось мне очень даже к лицу такой имидж но конечно же находится куча людей которым не нравится мой имидж это все глупые стереотипы которые сформировались у многих людей еще в детстве в их голове устоялось четкое мнение что мальчики должны быть с короткими стрижками а девочки с длинными и типа человек никак не должен как-то внешне выделяться из толпы типа все люди должны выглядеть одинаково как единая целая масса да такая система существовала раньше в СССР да и не только в СССР в США и во многих других странах но после распада СССР и как наступил 21 век на улице стали появляться люди с неформальной внешностью поэтому сегодняшним людям уже пора бы привыкнуть к нынешним обстоятельствам ведь если говорить об имидже сегодняшних дней то сейчас можно повстречать кучу людей с набитыми татуировками с сережками, пирсингами разнообразными модными прическами а помимо длинноволосых сейчас можно повстречать людей с заплетенными волосами с дредами и это сейчас совершенно нормально кстати возможно в будущем я тоже заплетусь у меня были такие мысли еще есть такие странные люди которые считают что если мужик ходит с длинными волосами то значит он с интернационными наклонностями но это же ведь такой абсурд наличие длинных волос у мужика как может сочетаться с таким наиглупейшим просто стереотипом и люди таким образом размышляющие они реально существуют и в моем окружении их просто полно ладно я не буду об этом много говорить это просто бесполезно я просто скажу что таким людям нужно в клинику на лечение реально в древности многие мужчины ходили с длинными волосами так как в большинстве культур это считалось олицетворением мужества и силы было в этом что-то такое таинственное сокровенное рыцари викинги богатыри самураи отращивали свои волосы и запитали их в косы так вот и теперь настало то время когда парни могут спокойно ходить с длинными волосами а остальные люди просто со временем к этому привыкнут это неизбежно в моем случае я тоже считаю что мои волосы это некий источник силы который делает меня мужественным умиротворенным уверенным в себе терпеливым справедливым здравомыслящим и просто успешным человеком я знаю это конечно все звучит очень глупо я вообще считаю себя глупцом так что забейте на самом деле все дело в нашей голове в нашем сознании но вот мне почему то хочется думать что мои волосы снабжают меня теми силами которые делают меня энергичным и внутри и внешне несмотря на то что я выгляжу довольно хилым человеком вот как раз что я еще хочу изменить своей внешности так это нарастить массу своего тела но на это нужно немало времени которого у меня к сожалению нет да звучит как отмазка на самом деле но мне реально нужно выделить специальное время для развития своей физической формы чтобы это не были не просто пустые тяги гантелей и штанги а реально чтобы был эффект от этого занятия у каждого человека должно быть свое мнение выглядеть как большинство или же индивидуально в своем стиле и естественно в этом плане совсем перегибать палку тоже не стоит нужно как-то уметь чувствовать баланс в этом чтобы не выглядеть как клоун буквально можно вот посвечать таких людей которые вот набивают татуировки на лице я думаю многие из вас таких людей видели может я старею может я глупый просто и не понимаю ничего в этом а ну естественно я же говорил я считаю себя глупцом да у меня вот нет ни одной татуировки на теле для меня наглой татуировку является чем-то таким сокровенным поступком имеющим какой-то глубокий такой смысл которого к сожалению я абсолютно не вижу многие просто абсолютно не заморачиваясь выбирают первую попавшуюся понравившуюся картинку набивают ее причем в любом месте и потом просто ходят через некоторое время им уже надоедает и они уже хотят избавиться от нее я это не одобряю и в то же время абсолютно не против этого ведь это выбор этих людей это их право у меня никогда не было желания проколоть себе ухо чтобы носить серьгу я тоже никогда не видел в этом никакого смысла я даже браслеты какие-либо часы цепочки не ношу ну просто не нравится мне не мое это но и при этом я абсолютно не против что кто-то там носит серьги пирсинки в любых местах и все остальное в этом духе все что я изменил в своей внешности так это просто отрастил длинные волосы и растительность на лице все но почему для многих людей это является чем-то таким непонятным и странным я вот не могу этого понять в завершение скажу что без своих длинных волос я потеряю себя это уже буду не я совершенно и кто бы как бы не старался меня убедить в обратном моя точка зрения все равно не изменится мне просто хочется чтобы все люди следовали иному логичному принципу анализирования чтобы при знакомстве с человеком судили его не по внешности а по его поведению по его темпераменту по его поступкам ну и на такой вот ноте я заканчиваю свой необычный выпуск всем желаю здоровья удачи мира и добра и до встречи в новом выпуске так пора ложиться спать это что за о артур закиров да лео сколл скрим и компания skybit передают вам привет о чёрт что происходит леонард с продакшен представляет грандиозный блокбастер пузуки скоро запахнет жареным во всех домах страны не пропустите Продолжение следует...